добрый день зрители нашего канала сегодня 28 августа мы на экспериментальных огурцах сами видите все огурцы чистенькие красивые уже некоторые начинают свести некоторые только вступает цветение но сейчас пишет тоже некуда просто основная цена приходится обычно не ранее чем 10 15 сентября начинает подыматься поэтому мы не спешим а молодой россии сами приняты дают лучше и более качественные плоды сейчас хотели бы поговорить о болезнях огурцах во втором обороте да ну первая болезнь который это начинается самого начала это корневые гнили корневые гнили чтобы их предотвратить мы даем в первую очередь дивиденд экстрим он воздействует на основные все корневые предкорневые вот заметить затем человеку на предкорневые то есть те гнили которые до 10 сантиметров поднимаются по растению стеблевая гниль держит очень хорошо поэтому рекомендуем его давать во всяком случае мы его используем и как бы качество его сдерживания корневых болезней нас устраивает в принципе кому нравится больше там есть еще этот привикур но нам больше на дивиденд экстрим то есть скажем так цена-качество у дивиденд экстрима намного лучше на наш взгляд во всяком случае второй момент что у вас может быть появится первое еще после корневых гнили да сейчас идет понижение температуры ночную идет падение конденсата да когда идет конденсат у вас может появиться тиранспороз или ложная мучнистая роса первую очередь чтобы ее не было это надо можно форточку чуть-чуть оставлять открытой чтобы воздух уходил даже лучше пусть на 2-3 градуса ниже температура стоит чем положено для огурца но есть у вас не будет конденсата с большей вероятностью у вас не будет перанспороза дополнительно конечно это антистрессовые препараты то есть когда у вас уже идет вот такой переброс температуры когда днем у вас за 30 или 30 а по ночам там 15-13 градусов это однозначно надо давать антистрессовые препараты пожалуйста это может быть натурамин там может быть коламин бор очень важно в отличие вот как от томата огурец при стрессе сбрасывает корни обратите на это внимание да обязательно раз в неделю уже в такой стадии вы должны давать вначале можно даже по полу там дозы да но корневой стимулятор и гуматы которые тоже стимулируют корневое отрастание да это может быть троится в данном случае еще можно давать райсу почему то что как я сказал в наших экспериментах райса именно очень хорошо стимулируют отрастание основных корней то есть мы формируем большую корневую зону да когда уже пойдет растение более вытянется получим и перейдем на норове пашин ровел вызывает хорошо отрастание боковых корней то есть сейчас даем райсу 2 литра на гектар раз неделю плюс 5 литров его на сиску этого хватает за глаза видите растения то есть мы не потаплив но температура уже по ночам была ночь и 11 градусов но на огурце это не сказалось для тех у кого у нас воздух сухой поэтому у нас как бы этого сейчас нет этой проблемы эта проблема может появиться позже где-то к октябрю это называемая серая гниль ботриус да то есть с ней бороться в принципе если вы заранее сюда то есть основная конечно это если у вас она была в том сезоне то есть есть уже вас пор его второй момент это очень высокая влажность теплицы когда у вас за окном идут постоянно дожди вы влажность бросить не сможете в первую очередь конечно это очень хорошо работает под корень внесения такого препарата как калфуга супер диразал еще это одно и то же да то есть одно ты выйдет там очень хорошо предостанавливает ее потом фунгицид басовский были с очень хорошо работает в принципе хорошо мешать его с топсином даже не один были то мы даем его с топсином и этой смесью обрабатываем на то есть топсина даешь но примерно 0 7 дозы то есть там килограмм идет 700 грамм на гектар и были со тоже в принципе грамм 300 хватает и вот этой дозы отрабатывать и здесь самое главное слово профилактика то есть входите по всей теплицы но по-любому вы увидите где-то либо плод зацепился один до 1 то есть все это вот уже оно пошло да это надо срочно делать обработку здесь главное не проспать когда уже она перейдет на сам стебель вот пожалуйста то есть ну если у вас у кого пониженная температура сильно там может и белая дни но мы такой не рассматриваем то что убила и гниль большинство бывает при очень низких температурах ну в принципе те же препараты которые на серый гниль они все идут на белый гниль и переноспороз переноспороз да мы уже там переноспороз вот по переноспорозу как вашего разговора в одном из видео то есть это в первую очередь азостробин это квадриса места действующего препараты до бывает еще снова препараты очень хорошо именно профилактически вот сейчас до один раз пройтись а обязательно надо даже если у вас принципе вы соблюдаете вас лист сухой под утро но 1 2 недели может пройтись можно пройтись браво но браво чуть жестче да но тоже профилактически неплохой именно как профилактика да если у вас уже то есть но обязательно как вот мы говорили это обязательно чередование препаратов по группам и один момент если вы дали дивиденд extreme не давайте уже ридомил потому что в ридомиле и в дивиденде системные компоненты одинаковые поэтому системный компонент может не сработать без системного компонента это работать сложно препарат можно дать инфинити да вот кому нравится там если вы не давали привикур можете дать инфинити по листу тоже очень хорошо там два системных препарата работают если уже скажем так кстати профилактически очень хорошо работают препараты удобрения на основе фосфора но надо понимать вот многие путают да то есть вот начинает уже писать там арчу можно там фосфорное удобрение опрыскивать и будет помогать против перспороза нет надо понимать что все-таки соединения разные в фосфорных удобрениях это у нас фосфаты а там у нас будут фосфиты это другое соединение фосфора с кислородом поэтому это не надо сравнивать да то есть это абсолютно все-таки другое да другая форму и на фосфит когда попадает вот вы на припросе там фосфа и волка или натурфост они попадая в лист образуют фосфиты то есть чтобы вы примерно понимали это препарат альет и так все знают просто сейчас качественного альета во многих регионах найти нельзя то есть либо там подделки либо китайский туда вот натурфост и фосфа и волка работают сто процентов если так же как именно альге то есть там образуется фосфиты и они напрямую действуют на за споры гриба и поэтому хорошо подавляют именно пера на спору кстати как один из препаратов а лет если у вас есть нормально вид тоже препарат очень шикарно работающий на первом спорту именно даже по болеющим огурцу можно спокойно дать очень хороший препарат это басовский кабриотоп если пера спороз и акробат в принципе даже иногда когда первые признаки уже до пера спороза многие дают не квадрис а квадрис смешанный с акробатом тоже хороший почему именно ну на мой взгляд не нужно больше нравится азострабин потому что он все-таки может передвигаться по растению от большинства страбулинов которые все-таки как контактные работают поэтому по мне вот визуальный эффект от вас всегда был лучше что еще ну можно иногда уже если листья погрубее будут и пожестче растение уже можно в крайнем случае использовать и медосодержащие такие как курзат ордан тоже неплохо помогают но учтите да листья старится очень сильно от медосодержащих препаратов это тоже очень важно то есть он становится ломки хрупкие но немножко стрессует по ну ты то основные что вы можете сейчас встретиться с болезнью против бактериальных болезней которые там да но это только медосодержащие то что есть то есть ну в принципе не встречается гораздо реже просто воздух суши то есть больше грибковые но этот вот основные болезни основные препараты на которых 10 но в первую очередь это агротехника да если вы будете держать влажность но не больше восьмидесяти процентов да то есть огурцу 80 процентов ему очень нравится влажность то есть наоборот сильно сухая вот наша суховасто да но как бы сейчас и таких пониженных температурах многие а чем бы увлажнить мы пытаемся сейчас не увлажнять потому что можно спровоцировать что выпадет под утро большая роса и здравствуйте распороз здесь тоже увлекаться не надо сейчас влажность и так скоро подымется и огурцу сейчас воды хватает той который он питается у него еще плодоношения нет и поэтому там так сильно бороться за влажность не надо кстати вот эта ошибка многие думают как в этом поливает по ночам это катастрофа вот она она же и не успевает все выделяет вот это потом идет конденсат этот но некоторые теплицы поливает по ночам типа днем жарко он не усваивается вот большой наоборот надо попали поливы начинать вот через два часа после восхода когда уже заработать и мы последний полив часа в четыре делаем чтобы до вечера он спокойно напился испарил и уже к ночи уже за три-четыре часа он уже заходит такой наш логиде до сухого если вы опоздали попозже уйдете это однозначно по краю начинает конденсат и вот эти все проблемы болезни то есть это агротехника очень сильно влияет и правильный балансированное питание влияет если много азотов бухаете конечно тоже болезнен она уже это на полива кстати вот отдельно паша по яскал да еще это по питанию азота с азотом обязательности то есть не перекармливать азотом то что азот большую дозу то провоцируют многие грибковые заболевания в принципе бактериальные тоже да то есть растения становятся слабее то есть микроэлемент то есть каждой чмико элементы растения становятся крепче очень важно в питании кальция это стенки клеток соответственно грибкам сложнее проникать в растения очень важен калий тоже поднимает сухое вещество в растении да то есть тоже в принципе влияет на растение устойчивость болезням вот азот переизбыток именно элемент азота он наоборот для вас и не идет более подверженным грибковым заболеваниям в природе так это и вызвано что когда растение с переизбытком азота оно именно слабевает поэтому с азотом надо всегда осторожнее конечно это элемент самый важный в питании кто бы как не говорил то что больше 50 процентов урожая это зависит от азота но давайте у вас капельная лента вы можете давать каждый день по два-три раза в день так что по небольшими дозами постоянно постоянно на этом спасибо до свидания а